Как заканчивается жизнь? Я не знаю. Для меня она была всё время пустой. Мне нужно было делать то, что от меня требовало. Мне нужно было поступать так, как должно быть. Я ничего хорошего в жизни своей не видел. Я не знаю, что такое отдыхать нормально. Я не знаю, что такое нормальные каникулы. Я не знаю, что такое отпуска. Я ничего не знаю. Я знаю, что такое поддержка. Настоящая поддержка. Моя семья всегда была очень занятой. У них было очень много дел. Мои друзья они не настоящие. Потому что у меня есть две подруги. Когда я одну похвалил, вторая обиделась. Когда я вторую похвалил, первая обиделась. Я не могу ничего никому рассказать. Я постоянно запираюсь в себе. я становлюсь очень таким нервным. Я умный, конечно, но несмотря на то, что я закончил 11 классов и сдал ЕГЭ, и сейчас нормально научусь, меня все равно продолжают считать дураком. я не знаю, что мне сделать, чтобы меня начали считать умным. Я начал заниматься блогерством. Я думал, что блогерство даст мне преданных любящих поклонников, которые способны меня понимать, любить и так далее. Но в итоге я нашел только хейтеров, которые меня постоянно хейтят. Почему я, например, должен ради кого-то возвращать хейтеров в свою группу, в свой канал? Я создал Тениграм-канал. Я думал, я там буду своими переживаниями тениться. Я думал, что я там буду очень много рассказывать о себе. Что в итоге получилось? Я, в принципе, хотел переписываться со своими фанатами, со своими друзьями, со своими поклонниками, но почти полгруппы там моих хейтеров. Я не знаю, что и как мне сделать. Просит опять я у Данила одного хейтера из группы, но опять просит инуть. Я не знаю, как мне вообще жить. Моя жизнь, к сожалению, была мрачной и я не знаю, что мне дальше ждать. Возможно, возможно, меня даже завтра не будет. Я такие вещи говорю очень серьезные, на полном серьезе. Я не знаю, я не знаю, когда дальше жить. Я умный, образованный, красивый. меня постоянно называют кринжом. Я не знаю, раньше я выкладывал такие видео, на которых был разврат и я там даже снимал трусы. сейчас я не выкладываю такие видео, но даже из-за того, что я немного трясу своим задним местом и ниже из-за того, что я себя обглаживаю, даже это уже видят как ЛГБТ-движение и разврат. Я не знаю, что там развратно можно увидеть, но все равно говорят, что это кринж, что это разврат, что это трэш и так далее. Я не знаю, как мне справиться с этими переживаниями. Мои золотые, я люблю своих поклонников, я вас обожаю, но вы знаете, как это сложно? Очень сложно. Поэтому я не знаю. Я ничего не знаю. Вчера создали люди аккаунт якобы моей классной руководительницы бывшей. То, что она якобы вступила в мой телеграм-канал и мне не до такого состояния этим самым, так как там было немного мои участники группы писали не очень хорошие вещи. Я как хозяин этой группы, как владельца ее, я должен за это отвечать. Получается так, что писали и матом и присыланием стикеры даже с половыми членами мужчины и женщины. В итоге якобы классная руководительница зашла туда и стала писать, то, сереж ты такой вот. Ладно, у меня был срыв, реальный срыв. Человек один проверил, это оказалось не моя классная руководительница. Спасибо ему, конечно, но видите, а сегодня была ссора с моей подругой, только из-за того, что я чуть-чуть похванил другую подругу и знал, что она лучше. Я не знаю, как вообще с этим справиться. И эта подруга, она стала меня оскорблять очень сильно. Когда я ее оскорбила, она очень обиделась. Мне пришлось у нее прощение просить, хотя, хотя, в принципе, она должна была первое прощение попросить, так как она очень меня обидными вещами обзывала. Очень много раз обозвала. И когда я сказал то, что у нее дом такой, то получается, мне пришлось у нее прощение просить. И теперь она просит, чтобы я одного своего хетера вернул в группу. Я не знаю. Мне приходится соглашаться, но возможно, возможно, будет не очень хороший исход этого всего. Я не знаю.